сейчас слушаю ролик про николая второго типа он такой был слабый такой опоздал если бы он был государем 1600 году то он был хорошим а вот 1900 он плохой ничего не дал россии никого себе ничего не дал а транс какая-то сибирскому магистрали ушел боженька вам посту александр третий его отец и николай второе вам посту потом пришел ли они национализировал все завод а завода че николая второго нихуя себе такой плохой-плохой царь-батюшка который вам оставил и транссибирскую магистраль и заводы и кондитерские фабрики и дороги и там все что у вас то вся нейтрализация там включая я не знаю все что было в москве и в питере все было если там какие-то учебные заведения то все было благодаря александру третьему николай второго вы можете критиковать как угодно этого царя который как муху никого не обидел но при этом ничего вы не пиздите про ленина и сталин или алекс или ивана грозного вот если бы на месте николая второго вот тогда было когда пофитровой создастся оказался иван грозный ленин вылетел далеко-далеко не даже не летел и думал варился медленно медленно не длинным dreamed наварился бы ленин каком быть кипяточке вы видите лень говорю с ним сталин был варился в кипяточке ленины сталин брелиз бики пед в кипяточке, а потом вынимались в холодную прорубь, а потом опять обратно в кипяточек. Если бы на месте Николая Второго после кровавого воскресенья был бы Иван Грозный. Вы, россияне, любите пытки, любите варваров, любите дикость. Это Николай Второй просто не был варваром. Вы поэтому стесняетесь того, что он был цивилизованным человеком. Но если бы на его месте вдруг возник Иван Грозный, то вы бы его обожесляли. Понимаете, вы всегда обожесляете то, что вас варит. Николай Второй вас не варил, поэтому вы его скинули в шахту. В шахте Сталин не был, у вас линия лежит в мавзолее, а Николай Второй в шахте. Продолжение следует...